Друзья, если ролик начинается из машины, значит что? Значит речь пойдет про скидки. Прямо сейчас мы отправляемся с вами к официальному дилеру BMW, где будем забирать BMW 318 в комплектации Sportline на заднем приводе. Это сегодня один из наиболее доступных автомобилей в модельном ряде BMW версия 3. Также в этом сюжете мы пробежимся. По остальному модельному ряду я вам покажу, как изменились цены, что сегодня, сколько стоит и по какой цене плюс-минус эту машину можно забрать. А все, кто подписан на инстаграм канала, уже знают, на каких условиях мы забрали эту самую 318. Цена там действительно привлекательная, поэтому обязательно подпишитесь прямо сейчас, чтобы не пропускать полезные посты. В общем, друзья, я постараюсь сделать насыщенный сюжет, краткий, но информативный, поэтому присаживайтесь поудобнее еще чуть-чуть, и мы оттаем и отправляемся к официальному дилеру BMW. И забегая сразу наперед, отвечу, почему ты снимаешь, дорогие машины, где доступные тачки? Друзья, все будет, подписывайтесь обязательно на канал, дальше будут выходить ролики из салонов Lada, Nia, Hyundai, Skoda, Nissan. Все будем снимать, все будем показывать, все только впереди. А пока мы едем, я отвечу буквально на несколько вопросов. В первом ролике про Audi очень часто вопрос был, что за Honda, почему ты едешь на Honda CR-V, где BMW? Друзья, Honda CR-V мне давали на неделю, для того, чтобы я покатался и снял на нее тест-драйв. Он выйдет на канале, обязательно посмотрите, машина на самом деле со своими плюсами жирными и со своими жирными минусами. Обо всем этом рассказали в ролике. BMW со мной, BMW рядышком, никому не отдам эту малышку, очень тачка нравится, сами об этом знаете. Скоро мы снимем про нее дневник, минут так на 12-15 собралась некоторая информация, которую я бы хотел с вами поделиться. Все те, кто присматриваются, посмотрите обязательно, вам этот ролик будет полезен. Один из популярных комментариев в ролике про Audi был, что с лицом, почему ты не брит, как ты смеешь приходить в эфир не бритым. Друзья, не забивайте себе голову, в ролике я до вас заношу полезную информацию, а что у меня на лице, это дело десятое, побреюсь. Похожу недельку, да побреюсь, голова, как вы видите, бритая, я чисто, ухожен, свеж, поэтому это самое главное. Важно, что несет сам по себе ролик по информации, а мы вам сегодня доставим полезную информацию по ценам. В общем, кашу по тарелке размазывать не буду, перемещаемся к дилеру. Друзья, у меня на телефоне установлено одно очень полезное приложение, о котором я вам уже рассказывал. Плюс ко всему, о нем рассказывали многие автоблогеры. Вот же оно, это мобильное приложение штрафы ПДД Рэй. Те, кто им пользовался, знают, что это самый надежный и проверенный способ для того, чтобы оплачивать штрафы ПДД. Так как ребята посылают данные по платежам во все государственные базы, а не в одну, как это делают банки или госуслуги. Поэтому через приложение штрафы ПДД все ваши штрафы точно будут оплачены, нигде не потеряются. Пожалуйста, мой автомобиль, проверка штрафов. У Машкова штрафов нет, Машков молодец. Также в приложении есть полезные фишки, которые вам точно могут пригодиться. Ну, например, смотрите, в приложении есть очень удобный справочник всех законов, правил и знаков. Все это поможет вам, если вдруг происходит какой-то спор с сотрудником ДПС. И что особенно круто, что есть именно умный голосовой помощник, поиск. То есть вы говорите голосом, выезд на встречку, красный свет, переезд сплошной. И приложение напишет вам сразу все законы, связанные с этим нарушением и какие есть по ним штрафы. Во-вторых, в мобильном приложении штрафы ПДД Рэй есть сейчас крутая фишка, такая как купить страховку. В чем ее крутость? Приложение вам показывает условия всех страховых. А вы выбираете, где лучшая цена и покупаете все в один клик. Причем покупаете без единого рубля переплаты, так как все цены без комиссий, сборов и прочей ерунды. Вы платите только стоимость самой страховки. Удобно покупать в приложении, потому что не надо вбивать кучу данных и потом ждать ответа страховой. Почти вся информация в приложении уже есть. И вам достаточно просто выбрать самое выгодное предложение и нажать купить. Мобильное приложение штрафы ПДД Рэй для вас абсолютно бесплатно. Пользуйтесь на здоровье, переходите по ссылке в описании, скачивайте, следите за вашими штрафами, покупайте страховки, не выходя из дома. Итак, друзья, мы с вами перемещаемся к официальному дилеру. Это 318 дизельная в спортлайне наша машина, мы ее будем забирать. Смотрите, есть три комплектации. Первая, самая доступная это SE, далее идет комплектация Base и далее идет комплектация Sportline. Собственно, для 318 это самая топовая версия. Основные ее отличия это колеса у вас 18 в базе и в SE это будут 16 колеса. Вот такие вставочки у вас идут глянцевые, в базе они идут матовые. Здесь у вас идет камера заднего вида и это не просто камера заднего вида, это парковочный ассистент. То есть эта машина может сама парковаться и она запоминает последние 50 метров. То есть вы заезжаете и она потом сама по траектории может выехать. По салону в первую очередь обратите внимание у вас бесключевой доступ. И здесь вот такие вот стоят спортивные сидения. Они идут комбинированные, это ткань плюс эко-кожа, кожзам, кому как больше нравится. Механические сидения, салон в принципе приятный. Конечно, на любителя кто-то скажет где-то в других тачках лучше, это вы смотрите и ваше мнение пишите в комментарии. Но вот так вот выглядит салончик. На мой взгляд в принципе неплохо. Под капотом здесь стоит двухлитровый дизельный мотор на 150 сил. Это не точно такой же мотор, как стоит на 320. То есть технические отличия здесь есть. То есть по внешнему виду основное отличие это колеса и основное отличие это вот эти вставки черные. А так вот спереди, сзади машина плюс-минус будет выглядеть одинаково. Оптика у нас идет диодная. Обычные диоды, не динамичные, но тем не менее всегда приятно, лучше чем ксенон. Что входит в эту комплектацию, она в принципе стандартная. Те, кто заинтересуется этой машиной, вы можете зайти сами почитать. Факт в том, что розничная цена у нее около 3 миллионов рублей. Мы ее забираем с трейдином и с небольшим кредитом. Реальная чистая цена машины составила 2 миллиона 600 тысяч рублей. Плюс отдельно оплачивается каска. При этом трейдин и поддержка по трейдину владельца, кто покупает машину, устроила. Он сдавал свою старенькую Октавию. Вот такая вот сделка. Человек все посмотрел, мы прозванивали все салоны. Он точно так же сам звонил, искал. Ему некоторые дилеры, например, насчитывали ценник, который выходил. С учетом там всех дополнительных страховок, ему навешивали страховку жизни на 200 тысяч. Там была цена 2 миллиона 900 тысяч рублей плюс 150 тысяч каска. То есть 3,050 реальная цена машины. Здесь же предложение куда интереснее, куда выгоднее. Вопрос, если покупать машину просто за наличку, вот наличка и каска, за эту машину примерно назовут плюс-минус 2,750. Наверное, вот такая цена будет, с учетом того, что вы должны будете купить еще каска. Вот такие, друзья, современные нынешние цены. Машина, естественно, идет на заднем приводе. Раньше подобный автомобиль можно было купить примерно по цене 2,100, ну 2,200, 100 процентов. Вот спортлайн можно было забрать. Напомню, что раньше 320 в М-пакете с полным приводом мы забирали здесь же, да и по другим дилерам по цене примерно 2,430,000 рублей плюс каска. А бензиновые версии были на 100 тысяч дешевле. То есть 2,330 ты получаешь 320 с полным приводом в М-пакете. Но это были реально шикарные цены, хотя некоторые тоже говорили, что дороговато. И ждали, когда цена упадет до отметки 2,2,100. Ну а мы сейчас с вами пойдем на второй этаж. Там представлен шоурум, мы посидим в разных машинах. Я вам покажу, какая розничная цена, за сколько ее плюс-минус можно забрать и как эта вообще машина выглядит. Но прежде чем мы поймем второй этаж, я вам сейчас покажу зону выдачи. Сегодня пятница, 20 ноября. Вот вы посмотрите, что такое пятница в BMW. Вот эти машины, которые вы видите, это все машины готовятся на выдачу. Х6, трехлитровый дизель. Вот это рестайлинговая 530 дизельная в комплектации M-Sport Pro. Тоже уже кто-то себе прикупил. 320 дизель Grand Tourism. Ребята, вы думали, что мы ее здесь встретим? До сих пор она здесь стоит. Но кто-то ее купил. Смотрите, парни, вот это вот X5 3 литра дизель, но с обвесом на, как сказали, плюс 1 миллион рублей. А то он может быть и больше. Вот эта машина обходится примерно около 7 миллионов рублей. Но вы посмотрите на внешний вид, да? Эффект она, конечно, имеет. То есть вот такой обвесик на машине сделали. Блин, ну вживую, конечно, смотришь на нее, смотрится она просто пушка. Но ценник, парни, около 7 лямов. Охренеть, вот тебе, пожалуйста. И при этом таких машин полно, да? Стоим, смотрим. X5. На тебе, пожалуйста, еще один X5 50D. Но это просто отдельная история. Это вообще машина ураган. Загоняют еще одну 318. Вот это, кстати, более простая комплектация. Обратите внимание на колесики. Это, скорее всего, как раз комплектация SE. Там у нас были 18-е колеса, здесь 17. Там у нас был везде вставки глянцевые. Здесь они идут матовые. Соответственно, по камере, не знаю, заметно, не заметно. Но вживую она как-то даже смотрится попроще. Вот колеса, одни вот эти бублики. Ну, понятное дело, что это все можно поменять. Выводы делать только вам. Вот эта машина дешевле. Мы сейчас присядем в нее на втором этаже. И я вам озвучу цены. Но вот это, блин, ты глянь, а вообще. Да ну нафиг. Да ну. А вот так вот, ребята, выглядит X5 базовый. Это комплектация 25D, самая начальная. Когда-то эта машина стоила около 4 миллионов рублей. Соответственно, ее со скидками по-хорошему можно было бы забрать аж даже до 4 миллионов рублей. Здесь под капотом стоит 2-литровый дизельный мотор на 231 лошадиную силу. Соответственно, раньше они были 3-литровые моторы. Сейчас изменения есть. Суть в чем? Вот машина сегодня такая стоит по рознице примерно 5 миллионов 50 тысяч рублей. Что делает дилер? Вот на этой машине ценник 6 миллионов 0,50 тысяч рублей. То есть накинули 1 миллион. За что? На нее в ближайшее время будет установлен M-обвес. То есть поставят другие колеса, бампера. И за счет этого машина станет дороже. Тем самым и дилер больше денег заработает. И почему они так делают? Потому что с M-пакетом машина гораздо востребованнее. А сейчас машин мало. Соответственно, эти машины, скажем так, переобувают. Конечно, кого-то будет смущать 2-литровый дизель. Как-то маловато. 3 литра дизель. Это же так круто, круто, но 3 литра дизель в M-пакете в хорошей комплектации стоит 6,5-7 миллионов рублей. И прикол в том, что машин мало. Спрос большой. Куда не позвонишь. Одна машина свободная. Вот в ближайшее время поставки будут. Либо уже все под кого-то везут. Суть такая, то что тачки разбирают. Даже сейчас вы видели, мы с вами спускались в зону выдачи. Машин полно на выдачу дорогих. Это уже оплаченные, купленные машины. Присаживаемся с вами в новую пятерочку, ребята. И, соответственно, здесь мы времени долго тратить не будем, потому что по обновленной пятерке я снимал полноценный обзор. Мы сравнили два автомобиля. Предыдущую версию и новую версию. Поговорили про актуальные цены. Соответственно, что с ними будет дальше, пока же только время. Но пока цены высокие, особо не скидывают. Но, тем не менее, какие-никакие скидки делают, и народ с удовольствием машины скупает. Всем, кому интересно, что изменилось, что поменялось, какие цены на все пятерки, начиная с 520-й, на канале есть ролик. Заходите, посмотрите, там все подробно рассказал. 218-й, ребята. Коробчонка та еще. Залезть сюда действительно сложно. Самое главное, посмотреть просто, как я сижу сзади. Вот если я сяду нормально, то я прям головой упираюсь. Ну, однозначно, машина молодежная для двух передних пассажиров, а сзади садятся низкорослые девчонки. Вот такую машину можно забрать примерно плюс-минус 2 миллиона 370 тысяч рублей и отдельно вы оплачиваете каско. Почеркиваю, комплектации бывают разные, что-то может быть чуть дороже. Возможно, где-то удастся что-то найти чуть дешевле, но вот порядок цен плюс-минус вот такой. По рознице вот эта машина, в которой мы сейчас сидим, стоит по цене 2 миллиона 770 тысяч рублей. Интерьер на любителей, экстерьер тем более на любителей. А мы с вами присаживаемся в базовую трешечку, это по рознице, она стоит 2 миллиона 591 тысяч рублей. Вот такой автомобиль плюс-минус можно забрать по цене 2 300-2 350 плюс каско. Ну, плюс-минус такая цифра. Опять же, я не устану повторять, что каждая покупка это индивидуально. Если прибегать к трейдину, если прибегать к кредиту и смотреть там, высчитывать, ценник может быть разный. Вы в договоре можете цифру видеть миллион 900, запросто, но при этом у вас в телекредиты будет там 1500 различных дополнительных услуг страхования. Все нужно смотреть детально. Каждая покупка, ребята, внимание, индивидуально. Что, друзья, вспоминайте, как это было раньше. Это 320-я дизельная. По рознице вот эта машина стоит 3 миллиона 519 тысяч рублей. Я спрашиваю, какого года. И думаю, что сейчас мне скажут 18-го, там, ну, край 19-го. Нет, машина 20-го года это последние поставки, но производят именно Гран-Туризма. И говорят то, что машина осталась совсем чуть-чуть. Хотя я это слышу последний год, а то и два, что вот-вот последняя. В общем, суть какая? Вот эту машину можно купить примерно за 3 миллиона рублей. Ценник меняется, конечно, очень классно, потому что я помню еще то время, когда я покупал человеку эту машину по цене 2 миллиона 500 тысяч рублей. Я помню те времена, когда люди рассказывали, что находили еще дешевле, что якобы были там прям чуть ли не распродажи. Я про это снимал, рассказывал. Просто это уже времени очень много прошло, что их раздавали там 2100-2200. Потом ценник начал расти, они становились 2700-2800. И факт в том, что вот за такой вот интерьерчик сегодня с вас попросят примерно 3 миллиона рублей и плюс каска. Но при этом вы получите полный привод, 2 литра, мотор, М-пакет. Но места здесь достаточно. Вот это, конечно, в этом плане огромный плюс, то, что ты садишься, прям чувствуется бешеный простор, потому что в пятерках, в новых, в предыдущих, сзади столько места вообще никак не было. Понятное дело, Гранд Туризм на совсем другой кузов. Но сам факт того, что вот семейным людям мне бы такая машина очень сильно пошла. Но, конечно, и старовато, и в тот же момент дюжедороговато. А вот это, ребята, у нас X1 в комплектации Sportline. Розница такого автомобиля 3 миллиона 70 тысяч рублей. Купить этот автомобиль можно примерно по цене 2 миллиона 570 тысяч рублей. Плюс отдельно вы оплачиваете каска. Есть комплектация с М-пакетом. Допустим, это будет X1 двухлитровый мотор бензиновый с М-пакетом. Он, естественно, дороже. Но там ценник примерно будет 2 миллиона 750. Ну, край, давайте так, 2 800. Ну, а так, может быть, даже дешевле получится. 2 700, скорее всего, можно будет его сделать. Но не так, как раньше. Я помню, мы снимали X1. У нас как раз был на тесте с М-пакетом. И тогда я говорил, что его можно купить по цене там 2 300 вроде бы. Но сейчас цены изменились сильно. Поэтому удивляться не стоит. Просто это факт. Конечно, никому неприятно. Но при этом дилеры, вот честно, с кем общаюсь, с менеджерами? Никто особо не жалуется. Да, все в шоке, что цена изменилась. Да, никому неприятно называть новые цены. Но при этом народ приходит, скупает. Вот сегодня будний день. В салоне народ сидит. И самое главное, сидят не те, кто просто посмотреть, а те, кто уже оформляться. Но честно скажу, X1 сильно на любителя. Потому что, когда я его тестировал, внешне смотришь на него в М-пакете. Он такой молодежный, симпатичный. Но когда ехать на нем начинаешь разгоняться, думаешь, ну прям это совсем не BMW. Вот BMW как минимум хотя бы с X3 начинается. Вот серьезно. По ощущениям просто по всем, по интерьеру, по экстерьеру. По экстерьеру вроде бы классно, по интерьеру все на любителя. Но сам факт того, что как машина едет, не ощущается, что это BMW. А вот, собственно, и X3 2 литра бензин в М-пакете. Розничная цена свыше 4 миллионов. Там что-то 4-100 с чем-то. В общем, забрать такую тачку можно по цене примерно 3 миллиона 770 тысяч рублей. Плюс сказка. Друзья, подчеркиваю, цены разные. С двухлитровым мотором, например, она еще дороже будет. Раньше, я помню, да, в прошлом году, в декабре, мы забирали 3 литра дизель в М-пакете по цене 3 миллиона 550 тысяч рублей плюс каска. Самая базовая версия у них идет комплектация Urban. Вот ее одно время отдавали по цене 380. Это вот уже с повышением цены, с учетом пандемии то, что шло. Сейчас, говорят, такие машины уезжали по цене примерно 3 миллиона 300 тысяч рублей. Соответственно, ценник идет только вверх. Как я вам рассказывал, последние полгода, каждый месяц машины в цене прибавляют. Примерно по 100 тысяч рублей. Очень часто люди находят на автору, на авито, там, на других площадках объявление о том, что подобная машина не 3 770, например, стоит, а 3 200. Соответственно, ребята, все цены, хитрость, замануха. Для того, чтобы вы позвонили, вам скажут, да-да, приезжайте, будем считать. И там начинается старая песня о главном. Купи каска по повышенной цене с учетом ГАП. Далее, кредит ты берешь, там будут дополнительные услуги страхования. Трейд-ин должен быть, соответственно, твою машину занизят. Плюс тебе предложат купить какого-то доп. оборудования. В общем, таким образом, тебе здесь скинули, а с другой стороны накинули. Одно и то же, повторяю, но тем не менее, люди все время удивляются. А как вот там вот же написано дешевле? Там написано, на заборе написано. Все нужно считать. Если смотреть самую востребованную комплектацию с трехлитровым дизельным мотором, там машина будет по цене свыше четырех с учетом скидки. Она там вам обойдется примерно 4400-4300, все по-разному. Цену я не успеваю просто за ценами. Я машины регулярно покупаю, но они только успевают расти. То брали недавно там вроде бы 4190, последний раз считали 4400, и цена только вверх-вверх-вверх. X4 с двухлитровым мотором в М-пакете. Последний раз предлагали по цене примерно 3900 тысяч рублей. Это уже с учетом каска. Без каска это было примерно 3750. С трехлитровым дизельным мотором. Это ценник 4400-4500. Цены постоянно, друзья, меняются. Я просто в шоке от того, как это быстро все происходит. Рассказывать вам про цены на дорогие тачки типа BMW X6M, X5M или там M5 Competition. Это зачем нужно? Там они по 11-12 миллионов рублей стоят. Очередь на них точно так же есть. В общем, это совсем не народные автомобили. В этом видеоролике я вам озвучил цены на наиболее, скажем так, гражданские версии. Я прекрасно понимаю, что кто-то скажет 3-4 миллиона это гражданская версия. Блондин, да ты офигел? Парни, рассказываю как есть. Дальше поедем в салоны, где машины попроще. Итак, друзья, подводим итог. Недавно мы снимали ролик про недвижимость, в котором я рассказывал, как изменились цены на жилье. Там картина такая, что везде скаканули цены примерно на 20%. Ровно настолько за последнее время подскочил курс доллара. И здесь по машинам примерно та же самая картина наблюдается. Я сейчас побил по калькулятору и заметил, что цены выросли примерно на 25%. Я вам называю, по каким ценам раньше машины продавали со скидками. И вот сейчас с учетом скидки цена изменилась в плюс 25%. Четверть, друзья. Вот такая картина. Кричать о том, что а, караул. Мы это и делаем с вами. Мы кричим, а, караул. Я, например, машину себе покупать не собираю, в силу того, чтобы цены изменились. На вторичке точно так же цены изменились. Соответственно, надеяться дальше, что цены упадут. Но надеяться можно всегда. Но что будет на деле, покажет время. Я прогнозы делать не берусь, потому что были уже люди, которые рассказывали нам, что доллар будет по 100 рублей. В итоге он тогда остановился на отметке 65 рублей. Что будет, посмотрим. В любом случае, цены будут падать путем увеличения скидок только в том случае, когда у дилера будут останавливаться продажи. Когда не будет спроса на машины. На сегодняшний день, с кем общаюсь, иной раз в начале месяца говорят, ну что-то как-то у нас тишина, звонков нет. К концу месяца все план выполнили, салон план выполнил, все хорошо. Соответственно, такого, чтобы за последние полгода дилеры закрывались. БМВ по Москве, ну один я знаю, что он перешел из одной линейки в другую. Но сам факт того, что никто, караул из них не кричит. Денег у них нормально, потому что зарабатывают они неплохо с такими ценами. В общем, что будет дальше, покажет лишь время. Подписывайтесь на канал, потому что я буду продолжать снимать подобные сюжеты. Ставьте лайки этому ролику, пишите ваши комментарии, пишите ваше мнение, что вы думаете по этому поводу. Обязательно подпишитесь на инстаграм-канала. До новых встреч, всем пока-пока.